Библейский портал экзегет.ру представляет 56 глава пророка Исаии Я читаю свой перевод с небольшими комментариями для библейского портала экзегет Ну вот, 56 глава открывает третью часть этой книги Самую спокойную и самую глубокую, пожалуй Первая часть, до 39-й включительно, она очень горячая Она очень грозная И нет ни у кого никаких сомнений, что ее написал в 8 веке до нашей эры В конце 8 века Исаии Иерусалимский священник, который был одновременно пророком И который обличал свой народ, который говорил о том наказании Которое постигнет его, если они не опокаются Вторую часть мы тоже прочитали с 40-й главы до 55-й Соответственно, в прошлый раз мы ее закончили Она другая совершенно, она очень радостная Она говорит о том, что скоро прекратится Вавилонский плен И отсюда мы понимаем, что речь идет, конечно, о 6 веке до нашей эры Потому что именно тогда Вавилонский плен был, в 8 веке о нем пророчествовать было довольно странно Особенно на его скором конце, когда он еще даже не думал начинаться И никто не знал, что он вообще будет А в 56-й мы вдруг встречаемся с еще одной ситуацией Израильтяне явно живут у себя дома Они явно вернулись Вот главы с 40-й по 55-ю Вы скоро вернетесь, будет новое начало Иерусалим возродится, храм будет восстановлен А начиная с 56-й, да, все это состоялось Но как в этом новом храме жить? Вот бывает это состояние, когда ты в далекой поездке Я в армии, например, служил И думаешь, вот дембель будет, вернешься домой Вот тогда заживем Вернулся домой, а вот тут как раз все и начинается Какие-то проблемы И вот жизнь, она сложнее, чем вот эти схемы Очень часто любовные романы заканчиваются свадьбой Герои, пройдя через испытания, наконец воссоединились Но мы-то знаем, люди, которые в браке прожили достаточно долго Что свадьба — это начало проблем, а не их разрешение Только уже других проблем И вот точно так же восстановление храма Уже ближе к концу VI века оно началось И вот эта ситуация, наверное, конца VI, начала V века до н.э Вот это восстановление стало лишь новым вызовом А как теперь жить? Вот храм может быть еще даже не до конца отстроен Но, скорее всего, уже есть Иудеи или израильтяне, сейчас это уже практически одно и то же Живут в Иерусалиме, его окрестностях, в городах Иудеи И вроде бы искушения вот таким язычеством примитивным Они преодолены Из плена народ вернулся верным единому Богу А что значит быть ему верным? Просто не молиться, не приносить жертву Ваалам и Астартам Как это было вот в первых 39 главах обличено Ну, кажется, этого они уже не делают По крайней мере, из последней части Исаии мы не видим такой опасности Значит ли это, что все в порядке? Значит ли это, что поклонение единому Богу Вот достигло, наконец, той формы, которая была изначально предусмотрена? Наверное, нет А ищите Бога Постоянный призыв пророков И в книге Исаии он тоже встречается Его искать, значит, не останавливаться на том месте, где ты находишься Понимать, что вот ты здесь и сейчас С чем-то ты справился, что-то ты умеешь Но надо же разбираться со следующим Вот как раз последние главы с 56 по 66 Всего 11 глав Это, наверное, самые глубокие из всех глав этой книги Есть более яркие 53, безусловно, где идет речь о страдающем отроке или слуге Господнем Есть более пламенные, как первые главы Исаии От которых прямо вот аж вздрогнуть хочется Да, вот как же он обличает их, как же они этого не приняли А вот здесь, скорее, интонация очень серьезного размышления Но не скучного размышления с сарказмом С личными какими-то обращениями Ну, давайте почитаем, что я предусловие такое долго говорю Так говорит Господь Храните справедливость, творите правду Ибо приблизилось спасение мое и откровение правды моей Спасение и откровение от Бога А что от людей? Справедливость и правда То есть, смотрите, не столько ритуальная сторона религии Она была, конечно, жертвы приносились Сколько вот справедливость и правда в отношениях между людьми Конечно, всегда есть искушение исполнять обряды А жить как получится Блажен кто поступает так Кто из людей держится закона Хранит субботу неоскверненный Удерживает руку свою от всякого зла Вот более конкретно, что значит держаться закона Сохранить субботу неоскверненный день Который выделен для поклонения Богу и отдыха Который не нужно наполнять собственными делами Казалось бы, это тоже чисто ритуальная вещь Но какая разница, в субботу сделать или в пятницу Какое-то дело, если есть оно Но это принцип выделения священного Вот время, то, что есть у каждого Деньги не всегда можно отделить, не хватает их Там труды тоже не всякий человек может Кто-то инвалид, кто-то не способен А вот время-то есть у каждого, пока он жив Отделить часть времени может каждый И удерживает руку свою от всякого зла Программа минимум Хотя бы это И тут же комментарии к этому всему Которые позволяют включить большее число людей в это пространство Смотрите, вот до сих пор книга обличала израильтян А теперь она обращается к людям других народов Которые, конечно, тоже были в предыдущих главах Но либо как адресаты обличения Что и вы, там, и дометяне, ассирийцы, вавилоняне С вами все будет еще хуже, чем с израильтянами вышло А вот здесь, наоборот, здесь начинается собирание человечества вокруг Израиля И пусть не говорит, кто был рожден в ином народе И к Господу обратился Конечно же, отделил меня Господь от своего народа Пусть Евнух не зовет себя пеньком засохшим Ну, иноплеменник, а Евнух Мужчина кастрированный, да Который не способен дать потомство Потомство в древнем мире очень важно, как и сегодня Соответственно, если ты не даешь потомство Твое имя исчезнет И все, ты засохший пенек А рожденный в ином народе, он не имеет права Там мавитяне до седьмого колена не могли войти Или дометяне Хотя вот руфь мавитянка смогла это сделать И дометянка, простите Вот что говорит Господь Кто из Евнухов хранит субботы И избирает, что мне угодно Кто держится завета Тому дам в моем доме, в моих стенах памятное имя Что ценнее сынов и дочерей Имя вечное, неприходящее И кто рожден был в ином народе, обратился к Господу Чтобы служить ему, любя Господне имя Чтобы хранить субботу неоскверненные И держаться моего завета Их я приведу на мою святую гору А дарю радостью в моем доме молитвы Их жертвы и всесожжения будут приняты на моем алтаре И назовется мой дом Домом молитвы для всех народов Вот есть две тенденции у пророков Одна, это эксклюзивная Только Израиль, удел Господа Очень много об этом говорят пророки Исаии тоже И вторая универсалистская Все человечество, оно должно прийти к Богу И Израиль лишь проводник этого Этой вести спасения Лишь точка сборки человечества И обе абсолютно справедливы И вот здесь, в третьей части книги Исаии Безусловно, универсалистская тенденция преобладает Безусловно, здесь уже речь идет о том Что все человечество собирается вместе И это очень важно Дом молитвы для всех народов Которые обратились Которые не только формально приняли веру в единого Бога Но исполняют его волю Держатся его заветов От которых порой израильтяне сами отказываются Пророчество владыки Господа Который собирает израильтяна из рассеяния Вот и израильтяне еще далеко не все вернулись После вавилонского плена Они все же даже были в Вавилоне И многие были в других местах Кто-то в Египет бежал С тем, кого собрал, я и других соберу Вот, соответственно, Израиль соберется Но вдруг очень резкое обличение После того, как хорошо сказано Об иноплеменниках и евнухах Ничего страшного, что вы формально не подходите Да, кстати, кастрат тоже по закону Моисеева Не мог войти в собрание израильтян Ну, потому что он бесплоден Потому что он не может иметь потомства И вдруг Господь говорит Я принимаю на племенников и этих самых кастратов Если они обратились и исполняют Мою волю И вдруг, и вдруг Все звери, полевые и лесные звери На пир сходитесь А звери для чего собираются? Чтобы трупы пожрать? В общем, какой еще пир у них может быть? Когда какая-то есть такая трагедия человеческая Тут для зверей настает раздолье Для диких животных И объяснение Все стражи здесь слепы, все невежды Немые псы, что и лают-то не могут Погрузились в дрему Поспать они любят Эти псы ненасытные души Неведома им сытость Все эти пастыри безрассудные невежды Каждый свернул на свою дорогу Только собственные прибыли ищет Пойдем, говорят, ко мне Вина поставлю Брагой да пьяна напьемся Да и завтра будет, как сегодня Только выпивки будет еще больше Вот вам проблема Израиля Вроде бы вернулись из Рассейни Ваалов и Астарт нету Вроде все верят в единого Бога А получается, как безрассудные невежды Которые свернули на свою дорогу И заботятся только о прибыли И о веселой разгульной жизни О том, чтобы завтра было выпивки Еще больше, чем сегодня И вот, оказывается, вечная история И спасаясь от одной опасности И долопоклонства Израильтяне вовсе не становятся Идеальным народом И настает время Когда наиболее актуальным Будет обличение уже других пороков Вот эти псы, которые не могут лавить Подгрузились в дрему Какую же дрему, если они ненасытные Если они рыщут в поисках добычи Видимо, имеется в виду такая духовная дрема Что пастуший пес Это то существо Которое предупреждает об опасности Отгоняет врагов, чужаков А вот те, кто должен был бы от Израиля Отгонять этих чужаков Или предупреждать об опасности народ Они погрузились в дрему И занимаются только поиском удовольствия И прибыли для самих себя Ну и дальше В 57 главе продолжится рассуждение На очень важную, связанную с этой темой Другую тему Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok